МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Заключено соглашение между администрацией Ненецкого округа и Почтой России. Как оно отразится на развитии почтовой связи на территории региона? Еще четыре отрезка будущей круглогодичной автотрассы Сыктывкар-Нарьинмар будет построена в ближайшее время, когда автолюбителям региона ждать дороги к большой земле. Правила целевого приема окружных выпускников вузы будут изменены. Как это скажется на абитуриентах, которые рассчитывают на бюджетное место? Правительство после пятилетней паузы намерено вернуться к индексации материнского капитала. Это следует из заявления главы Минтруда Максима Топилина в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Топилина, индексация маткапитала возобновится с 1 января 2020 года. Он указал, что выплата увеличится на величину прогнозной инфляции – около 4%. Таким образом, маткапитал будет составлять около 470 тысяч рублей. Отмечу, что размер материнского капитала не менялся с 2015 года. Сейчас он составляет 453 тысячи 26 рублей. Эта сумма единоразово выплачивается семьям при рождении либо усыновлении второго и последующих детей. Материнский капитал выдается в безналичной форме. Его можно потратить в том числе на улучшение жилищных условий, включая ипотеку, оплату образования, увеличение накопительной пенсии матери. Сразу два соглашения о сотрудничестве подписал глава региона Александр Цибульский на площадках Петербургского международного экономического форума. Одно из них предусматривает взаимодействие Ненецкого округа и Почты России в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории региона. Кроме того, губернатор округа и гендиректор федерального предприятия Николай Подгузов договорились о сотрудничестве в решении проблем обеспечения функционирования убыточных, но социально значимых отделений почтовой связи, расположенных в труднодоступных и отдаленных поселениях округа. Документ заключен сроком на 4 года. Еще одно соглашение, которое было подписано на площадке форума, предусматривает сотрудничество Ненецкого округа и Московской области. Взаимодействие сторон нацелено на выработку оптимальных решений в IT-сфере, в том числе по отдельным вопросам цифровой трансформации в Ненецком округе. Речь идет об обмене опытом регионов в рамках совместных тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов, выставок, рабочих встреч, консультаций и иных мероприятий. Хорошая новость для местных водителей. В Коми в ближайшее время планируют построить еще 4 отрезка будущей круглогодичной автотрассы Сыктывкар-Нарьинмар. Об этом заявили в республиканском правительстве. Общая протяженность участков составит порядка 50 километров. Кроме того, предстоит возвести постоянный мост через реку Печора в районе населенного пункта Усть-Уса. Проект крайне важный. Из-за отсутствия переправы десятки тысяч жителей два раза в год остаются отрезанными от большой земли. Что касается выполненных работ, то в прошлом году в рамках концессионного соглашения завершено строительство участка Ираэль-Каджиром. Это дорога с асфальтобетонным покрытием. Протяженность составляет 45 километров. Между тем, на сегодняшний день в республике Коми заключен госконтракт, в рамках которого ведутся работы по возведению мостового перехода через реку Лыжа. Для скорейшего завершения строительства всей автотрассы сейчас активно ведутся работы по включению дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьинмар в перечень транспортных артерий федерального значения. Как в свою очередь сообщили в местном профильном департаменте, на территории региона осталось достроить 65 километров трассы. Дорожники приступили к реконструкции улицы Дружбы. В настоящее время специалисты Нарьинмар-Дорремстроя проводят геодезические работы на центральной улице микрорайона Нарьинмар-Вилледж. Это позволит определить, на какую высоту дело тротуары, где будут примыкания к выездам из домов. После этих подгодовительных работ с момента прибытия материалов начнется непосредственно реконструкция. Планируется, что необходимые материалы, плитка, опоры для наружного освещения, бордюрный камень и щебень будут доставлены в Нарьинмар в середине июня. В целом на участке двухполосной дороги в Нарьинмар-Вилледж подрядчик установит технические средства организации дорожного движения, выполнит работы по озеленению, обустройству тротуаров и объектов наружного освещения, а также автобусной остановки, пояснили в окружном профильном департаменте. Напомню, участок дороги по улице Дружбы вошел в перечень реконструируемых объектов городской агломерации по запросу жителей микрорайона. Работы проводятся в рамках исполнения государственной программы Ненецкого округа развития транспортной системы и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта составит порядка 25,5 миллионов рублей. Планируемый срок окончания работ 30 сентября текущего года. В Ненецком округе обсудят обеспечение прав граждан в сфере здравоохранения. Эта тема станет ключевой в повестке открытого форума прокуратуры Ненецкого округа. Он пройдет 10 июня в 12 часов в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Участники форума обсудят нормативно-правовое регулирование и состояние законности в сфере здравоохранения региона, а также обеспечение прав граждан Ненецкого округа в свете реализации национального проекта здравоохранения. Также будут затронуты проблемные вопросы в сфере охраны здоровья и лекарственного обеспечения, инфекционной заболеваемости и вакцинопрофилактики. Открытый форум прокуратуры округа – это традиционная форма взаимодействия прокуратуры с общественностью, с экспертным сообществом. Проходит он примерно раз в полгода. До этого уже проходили форумы, посвященные исполнению законодательства природоохранного в сфере дорожной деятельности, трудового законодательства. Они принесли свои результаты. Надеюсь, что и этот очередной форум, посвященный исполнению законодательства в сфере здравоохранения, принесет свои плоды положительные. Ветераны боевых действий – новая категория в перечне граждан, имеющих право получения всех видов бесплатной юридической помощи. Соответствующие поправки внесены в закон о бесплатной юридической помощи в Ненинском округе и приняты сразу в двух чтениях на очередной сессии регионального парламента. Речь идет о правовом консультировании в устной и письменной форме, составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представлении интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, а также организациях. Право на бесплатные юридические услуги на сегодняшний момент имеют 15 категорий граждан, в их числе многодетные семьи, неработающие пенсионеры, инвалиды и другие. Также законом предусмотрено право на получение бесплатной юридической помощи гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации по направлению органа государственной власти, уполномоченного в сфере социальной защиты населения. В окружной закон об образовании внесут изменения. Они касаются целевого приема окружных выпускников вузы. По словам руководителя окружного профильного департамента Лины Гущиной, из полномочий ведомства планируется исключить обязанность по организации целевого приема выпускников и заключению договоров о целевом обучении. Согласно федеральному законодательству, в настоящее время принятие решений о выделении целевых мест в федеральных вузах издается постановлением правительства. И уже на основании этого заключаются трехсторонние договоры с работодателем, вузом и потенциальным абитуриентом. Ответственность за формирование заявок о выделении для региона целевых мест в вузах возьмут на себя профильные ведомства. Так, например, по линии образования в адрес Министерства культуры и Министерства просвещения направлены заявки о выделении целевых мест для четырех специалистов. На настоящий момент изменилась сама система целевого обучения, то есть у нас поступают запросы от федеральных министерств, мы направляем им свою потребность. На настоящий момент департаментам отправлена на ближайшие годы квота для формирования квоты со стороны федерального уровня в ведущие вузы страны. Именно четыре человека мы заявили, три человека по линии образования, один человек с сферы культуры. В сфере культуры мы заявили, здесь специалиста, именно режиссера по проведению массовых мероприятий. На настоящий момент у нас только один человек с таким профильным образованием, работающий в КДЦ Арктика. И такого же человека мы готовим, будем готовить именно для этнокультурного центра. Это то, что заявили сами учреждения, и, в общем-то, есть потенциально желающие ребята учиться по данному направлению. Также мы заявили по линии образования, здесь у нас нехватка идет дефектологов, логопедов, то есть по этим направлениям мы также заявили по линии Министерства просвещения. По словам Лины Викторовны, на сегодняшний день в округе наиболее остро стоит вопрос с нехваткой преподавателей ненецкого языка. В целях привлечения специалистов для работы в государственных учреждениях региона и ликвидации кадрового дефицита в округе планируется предусмотреть дополнительные виды поддержки студентов. Так как мы являемся потенциальными работодателями, мы должны обеспечить гарантии именно как работодатели для тех, с кем мы заключили договора о целевом обучении. Поэтому в закон об образовании мы предложили внести изменения, предусматривающие такие гарантии, как стипендии, стипендии для обучающихся ребят на отлично, в размере 5000 рублей ежемесячно, те, кто будет на хорошо учиться, там 3000 рублей предусмотрено. Также мы предусмотрели в законе, в проекте закона, подчеркну, что он еще сейчас у нас внесен в законодательное собрание наше окружное, и он будет проходить еще обсуждение. Следующая позиция – это льготный проезд раз в два года, так называемый наш, то есть к месту учебы обратно. И третья позиция – это проезд для проведения как раз в рамках обучения, это производственная практика, у кого она предусмотрена, учебная программа. Планируется, что предложенные изменения окружной парламент рассмотрит на ближайшие сессии. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. У местных выпускников продолжается горячая пора экзаменов. И если большинство 11-классников уже определились с будущим местом учебы, как правило, это вуз, то многие 9-классники сейчас серьезно озадачены. Какое именно выбрать образовательное учреждение, очно или заочно, а главное, на кого пойти учиться. Специальностей предостаточно. Открыты даже абсолютно новые для Ненинского округа. При этом все они бесплатные. Наша съемочная группа побывала в местных СУЗах и выяснила, когда стартует приемная кампания и какие профессии чаще всего сегодня выбирают абитуриенты. В социально-гуманитарном колледже последний звонок. Впрочем, выпускникам сейчас явно не до отдыха. Впереди самый важный этап жизни каждого студента – защита диплома. Многочасовые зубрежки и бессонные ночи. Нервы на пределе. Ребята признаются, три года в стенах СУЗа прилетели незаметно. Преодолеть этот путь теперь предстоит новым студентам. В сентябре за парты сядут порядка 100 первокурсников. В этом году колледж открывает две новые специальности. Адаптивная физическая культура после получения диплома. Специалисты будут работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья и технология эстетических услуг. Простыми словами, косметолог. Если на первую специальность поступить можно после девятого класса, то на вторую – исключительно после одиннадцатого. Ну а тем, кому по душе другие профессии, предложат финансы, либо же дополнительное образование. Кстати, вступительные экзамены больше не требуются. Достаточно сдать школьный диплом и написать заявление. Однако некоторым абитуриентам всё же придётся пройти определённые испытания. Например, на педагогику дополнительного образования надо студентам, абитуриентам, надо будет что-то нарисовать, проверить, показать своё творчество. И на физическую культуру, адаптивную физическую культуру абитуриенты тоже будут сдавать нормативы. Приёмная кампания в социально-гуманитарном колледже стартует уже 19 июня. На то, чтобы сдать необходимые документы, выпускникам школ отведут почти два месяца. 15 августа выйдет приказ о зачислении студентов на первый курс. Аграрно-экономический техникум в этом году также планирует набрать порядка 100 студентов на очную форму обучения. Важный момент. С 1 сентября здесь откроются сразу три новых специальности. При этом одна из них входит в список топ-50 профессий, востребованных на российском рынке труда. Вот полный перечень в списке операционная деятельность, логистики, технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, информационные системы и программирование, плюс ветеринария. Обучение, как и в колледже, за счёт бюджета, за исключением платных групп. Это юристы, экономика и бухгалтерский учёт. Новые для региона профессии техникум вёл не случайно. Регион сегодня нуждается в данных специалистах. Что касается набора абитуриентов, то приёмная кампания здесь также начинается 19 июня и завершится 14 августа. Есть нюанс. Если наши группы не заполняются до 14 августа, то у нас есть возможность принимать абитуриентов до 25 ноября. Зачисление до 1 декабря. У нас эта практика для нашего региона очень-очень действенна. Почему? Потому что у нас же есть абитуриенты, которые, допустим, не сдали экзамены, основные экзамены в основной период, соответственно, и они сдают уже в дополнительный. То есть в сентябре месяце, когда они потом, сдав экзамен ОГЭ, получают аттестат и потом к нам приходят на зачисление. Если некоторые выпускники школ с выбором СУЗа и профессии ещё не определились, то Ирина Гудалёва точно знает, что поступит в техникум на новую специальность. Выбрала операционную деятельность логистики. Дальше вуз. Примерно то же направление. Только заочная форма, говорит ЕГЭ, в таком случае сдавать уже не придётся. А главное, можно будет работать и одновременно учиться. А значит, не придётся просить у родителей деньги. Думаю, что лучше проучиться три года в техникуме и получить уже образование, и можно будет идти работать и учиться заочно, чем два года просидеть в школе и потом опять же идти учиться дальше. Были другие варианты, как колледж. Я хотела пойти на учителя, но потом я поняла, что ближе мне логист, и мне эта профессия больше нравится. Того же мнения придерживается и Кристина Стец. Девушка уже заканчивает техникум, признаётся, поступила в СУС, так как боялась не добрать баллы на ЕГЭ. Впрочем, сегодня о своём решении упасница ничуть не жалеет. Совсем скоро она станет студенткой высшего учебного заведения. Поступить с баллами ЕГЭ намного сложнее, чем, ну, как вы уже сказали, поступить в техникум. У техникума есть договорённость, и сдать вступительный экзамен намного легче, чем ЕГЭ. Легко обучение в начале. Под конец начинается уже более сложный этап, потому что там уже начинаются профессиональные модули. В Неницком профессиональном училище приёмная кампания тем временем уже стартовала. Поступить можно на повара-кондитера и мастера по ремонту и обслуживанию автомобиля. Это также новая для субъекта профессия. Между тем, НПУ открыл ещё одну специальность управления, эксплуатации и обслуживания многоквартирного дома. Количество мест в группах ограничено. Набрать предстоит всего 75 студентов. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Активные каникулы. В Неницком округе заработал студенческий педагогический отряд. В его состав вошли 15 человек. Это учащиеся местных профессиональных образовательных учреждений, а также студенты высших учебных заведений. Как пояснили организаторы проекта, региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания, в ближайшие два месяца активисты студенческого отряда будут проводить в ряде муниципалитетов всеразличные мероприятия для подростков. Причём, каждая тематическая площадка должна работать не менее двух часов в день. А вот в какие именно даты они будут проходить, молодые педагоги решают сами. Досуг для детей, в частности, организуют в Красном, Харуте, Хангурее, Оксино, Волоковой, Устькаре, а также в Наринмаре и посёлке Искателей. На данный момент площадка уже работает в Нижней Пёше. На днях её откроют и в Шойне. Что касается столицы региона, то здесь все мероприятия стартуют с 1 июля. Добавлю, студенческие педагогические отряды нацелены на организацию досуга местной молодёжи и создание благоприятных условий для самореализации и развития творческих способностей, а также формирования социальной активной позиции. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...